еще один defender умер на пробеге в 60 тысяч километров за моей спиной находится defender с двухлитровым дизельным мотором линейки ingenium и к нам на сервис приехал клиент с жалобой на то что у него на панели появляются сообщения о потере мощности о забитом сажевом фильтре и что машина фактически не едет что у нее реально снижена ее тяга а сейчас мы будем разбираться в этом подробнее диагностику мы начали со стандартной проверки уровня моторного масла и оказалось что с двигателя было слито всего полтора литра хотя в норме там должно быть 7 литров при этом двигатель внешне не имел никаких признаков течи то есть масло девалось куда-то во внутренней полости в систему выпуска дальше диагностику продолжили со снятием и с проверкой турбин оказалось что обе турбины технически без нареканий далее мы выкрутили заливную пробку моторного масла и оказалось что присутствует сильный прорыв картерных газов чего быть не должно это нас подвигло к снятию к разбору и к дефектовке двигателя о результатах которые сейчас мы вам расскажем диагностика двигателя с разбором дошла до снятия шорблока и демонтированный шорблок находится здесь перед нами на столе и мы сейчас посмотрим что же произошло при разборе явно было замечено что присутствуют задиры на первом цилиндре как следствие произошел масложор и уровень моторного масла был критически снижен также особенностью здесь является тот факт что на стенке цилиндра можно видеть следы прорыва картерных газов что собственно и навело нас на мысль о том что нужно снимать и разбирать его при диагностике путем откручивания маслозаливной пробки здесь мы видим достаточно стандартную проблему с которой мы сталкивались ранее то есть присутствие задиров на первом цилиндре как правило задиры присутствуют либо на первом цилиндре либо на первом и на втором остальные цилиндры почему-то остаются ну практически не тронутые повреждениями уточнив подробности эксплуатации этой машины выяснилось автомобиль эксплуатируется преимущественно на внедорожье очень часто любят где-то поедет по грязи либо по каким-то условиям внедорожного характера и это подтверждает статистику которая говорит о том что именно за фендеры которые эксплуатируют автомобиль в нестандартных таких немножечко нещадных условиях для данного двигателя имеет дефект в виде задиров на первом цилиндре как правило так и получается что задиры имеет либо первый цилиндр либо и первый и второй важный момент о котором бы хотелось сказать и сообщить что напомню пробег у этого двигателя составляет всего лишь 60 тысяч километров пробега и при разборе мы столкнулись со сложностью излечения топливных форсунок при демонтаже при помощи фиксации специального инструмента так называемого съемника для топливной форсунки на одной из форсунок он просто у нас сломался и извлечь ее штатным образом было невозможно поэтому пришлось извлекать ее с большим трудом и с усилиями и вот так вот извлеченная форсунка выглядит если мы с вами посмотрим то в данном месте у форсунки присутствуют следы достаточно большой коррозии и на самой форсунки нету каких-то емкостей уплотнительных колец или прочих защитных скажем так вещей которые предотвращали бы появление такой большой коррозии странно почему производитель не предусмотрел никаких колечек как на других топливных форсунках на предыдущих моторах на моторах предыдущих поколений и в данном случае мы имеем очень большую проблему и при извлечении форсунки она просто напросто повредилась и при ремонте мотора одну из форсунок придется ставить новую сложно представить что же будет с топливными форсунками через 100 тысяч километров пробега либо через 150 допустим если придется производить какие-то сервисные работы сопутствующей процедурой которых будет извлечение топливные форсунки то это может вызвать очень большие риски при ремонте вплоть до снятия головки и до серьезного извлечения топливной форсунки в нашем случае эта форсунка оказалась форсункой четвертого цилиндра то есть какой-то прямой связи с нашей неисправностью тут в принципе нету владельцам было принято решение о замене шорблока на оригинальный новый и по сути практически полностью собранный двигатель он находится сейчас здесь перед нами стоимость этого шорблока составляет где-то миллион сто тысяч и общий ремонт на текущий момент уже перевалил грань в полтора миллиона рублей особенностью этого шортблока является то что он приходит с посадочными местами не нарезанными под болты и фактически при установке каких-то новых или при перестановке деталей которые стояли на старом двигателе приходится в прямом смысле слова нарезать резьбу с нуля снова хочу напомнить вам что пробег на машине которая сейчас находится в ремонте составляет всего лишь 60 тысяч километров и возникает резонный вопрос а сколько же пройдет этот двигатель и да действительно есть вероятность что при сохранении такого же режима эксплуатации этой машины его ресурс будет плюс-минус такой же при этом это абсолютно новая оригинальная запчасть мои коллеги за моей спиной сейчас займутся извлечением поршень для того чтобы могли посмотреть что же с ним такое случилось что же произошло и так извлеченный поршень первого цилиндра сейчас находится в моих руках и здесь мы можем видеть следующую картину следы сажи и прорыва картерных газов особенностью еще является тот момент что компрессионное кольцо оно просто залегло и не и не двигается не вращается вот и вот что мы собственно имеем если мы еще более внимательно посмотрим на маслосъемное кольцо то заметим что она у нас все находится в саже в каком-то в нагаре даже со снятым поршнем и с осмотром его состояние нету возможности точно сказать что же является причиной до сих пор это является загадкой мы просто показываем и констатируем факт того что такая неисправность имеет место быть для того чтобы все владельцы подобных автомобилей знали что к сожалению чисто теоретически такая проблема может произойти подведем итоги здесь у нас представлен автомобиль ландровер defender с двух литровым дизельным мотором ingenium который к сожалению подтвердил статистику того что эти моторы при внедорожной эксплуатации автомобилей имеют обыкновение выходить из строя на относительно небольших пробегах и причиной этому являются задиры первого цилиндра в большинстве своем и также встречаются задиры первого и второго цилиндров всем кто эксплуатирует эти автомобили с дизельным двигателем используя автомобили на внедорожных режимах нужно иметь этот момент в виду а тем кто планирует покупать эти машины стоит об этом просто задуматься и принять для себя правильное решение надеемся то что мы сегодня вам рассказали было полезно пишите комментарии подписывайтесь на наш канал спасибо за внимание пока